Сейчас я ее попробую увеличить. Прошу прощения. Да что ж с тобой такое-то? Да простыл я. Ладно. Хорошо. Презентация видна? Презентация видна? Да, да, презентация. Давайте мы начнем тогда. А там дальше это самое. Я попробую это самое. Что-то. Сейчас буду показывать, а дальше там видно будет. Вот так меняется? Да, меняется. Да, все в порядке. Если позволите, я тогда пару вступительных слов, а потом Иван Михайлович продолжит. Значит, сегодня у нас выступает наш друг, гостев Иван Михайлович, доктор, профессор, сотрудник института проблем передачи информации. Он делал огромную работу. Я даже не знаю, как ее всю назвать. И вот какой-то блок из этой работы, изготовленный в последнее время, связанная с имитационным моделированием, он хотел нам рассказать с целью, чтобы мы оценили и, возможно, сказали свои суждения по полученным вещам. Может быть, вопросы, может быть, советы, может быть, комментарии. Я правильно говорю, Иван Михайлович? Правильно, да, правильно. Теперь последняя деталь. Если непонятно, можно прерывать сразу или... Да, сразу, иначе потом будет совсем непонятно. Да, значит, если что-то непонятно, прошу вас прерывать и задавать вопросы. Ну, а теперь я передаю слово Ивану Михайловичу. Пожалуйста. Значит, речь идет вот о чем. Значит, целью моей работы является рассказать об одной имитационной модели, об одном подходе, скажем так, к исследованию больших вычислительных систем, но не общем подходе, а некотором, скажем так, некотором частном подходе к такому исследованию. Значит, почему частным? Потому что в данном случае рассматриваются имитационные модели специализированных вычислительных систем, выполняющих вот ресурсоемкие задачи, относящиеся к специальному классу. Я не буду читать смысл. Суть этих задач заключается в следующем. Предположим, нам нужно найти некий графический объект на фрагментах карты или на фрагментах каких-то изображений. Это раз. То есть, здесь поиск может быть осуществлен параллельно, одновременно. То есть, если разбить эту карту там на фрагменты какие-то, то можно искать параллельно вот этот заданный фрагмент или заданный элемент изображения одновременно на множестве вот этих фрагментов там, карты или там и так далее. То же самое относится искать некоторый фрагмент текста или фрагмент чего-то в интернете, когда можно запустить одновременно поиск по множеству каналов параллельно. Сюда же относятся даже в большей степени задачи шифрования и дешифрования, связанные с перебором, чисто переборные задачи. В чем, так сказать, особенность этих задач по отношению к каким-то другим? Здесь самое главное это то, что мы можем разбивать задачу на подзадачи, которые абсолютно независимы по данным, по исходным данным. То есть, можно разбить задачу на какое-то большое количество фрагментов и решать эту задачу параллельно. Вот рассматривается вот как раз модель такой вычислительной системы, предназначенной для решения такого класса задач. Да, еще сюда относятся, если говорить более, так сказать, приземленно, скажем так, это задачи майнинга. Здесь в чистом виде задача, переборная задача майнинговая, и вот такой класс вычислительных систем, в принципе, идеально подходит для решения задач майнинга. В одной из работ, которые мы сделали в прошлом году с моим партнером, так сказать, Павел Евгеньевичем Голосовым, значит, мы как раз такую задачу майнинга рассматривали. Теперь, как бы, по самим задачам. Дело в том, что эти задачи характеризуются спецификой. Специфика заключается в том, что задача должна быть решена в директивном времени выполнения. То есть, за заданное время выполнения, независимо ни от чего. Если задача в заданное время выполнения не решена, то эта задача считается нерешенной. Вторая специфика заключается в том, что, значит, поскольку задача разбивается на подзадачи, которые могут выполняться параллельно, то здесь возможны разные варианты. Первый вариант заключается в том, что некоторый вычислитель, на котором эта задача выполняется, будем называть его сервером, условно говоря, будем называть его сервером, может с какой-то вероятностью отказать. То есть, возможны отказы. В этом случае эта подзадача должна вернуться в очередь на повторное выполнение. Второй вариант заключается в том, что задача, посланная на выполнение, может во всех подзадачах быть выполнена, и при этом решение не будет найдено. Вот такого класса задачи относятся к задачам майнинга и к задачам шифрации и дешифрации, когда поиск, который осуществляется в некотором массиве, приводит к тому, что, скажем так, у нас во время самого поиска при дешифрации изменился то, что должно быть найдено, скажем так. Но это очень специфическая вещь, но тем не менее такая есть. В этом случае вот эта задача отправляется обратно, она как бы заново генерируется, но заново генерируется с другими начальными условиями. Вот такие особенности. Теперь какие системные требования отсюда вытекают? Давайте посмотрим. Значит, первое требование, самое серьезное. Необходимо полностью исключить процесс вытеснения или прерывания одной задачи другой. То есть, задача, загруженная на какой-то ресурс, должна выполняться до конца, либо до некоторого момента, о котором я скажу ниже. Для ускорения вычислений все поступающие задачи разделяются на равные подзадачи, отыскание решений для которых выполняется параллельно. Значит, естественно, что подзадачи между собой никак не контактируют, поскольку связи по данным у нас нет. При достижении решений в некоторых из ветвей подзадачи необходимо инициализация снятия со счета всех остальных подзадач, которые в этот момент выполняются. И снятие со счета всех остальных подзадач, которые могут стоять в очереди для того, чтобы тоже на вычислении. То есть, все снимается, если найдено решение в одной из ветвей. В случае отказа некоторого вычислительного узла необходима перезагрузка. Ну, то, что я уже сказал. Дальше. Исполняемые задачи могут разделяться на несколько типов, каждый из которых может иметь свои собственные параметры, такие как приоритет, максимальное время выполнения и так далее. То есть, целый набор параметров. Ну и, наконец, вот то, что я уже сказал. Задача может быть повторно отправлена на счет в случае, если решение не найдено. Все подзадачи выполнены, но решение не найдено. Фактически, фактически, вот эти все требования, они соответствуют некоторой системе массового, ну, системе или сети массового обслуживания с двумя обратными связями, с неопределенным законом поступления задач. То есть, закон поступления, ну, самый простой, может быть, это экспоненциальный или пуассоновский закон. Но дело в том, что, значит, выполнение переборных задач и нахождение решения при переборе подчиняется, на самом деле, равномерному закону. И таким образом, в случае отказа или в случае отыскания решения, значит, у нас работает закон, так сказать, равномерный закон. Мало того, в силу того, что у нас задачи имеют директивный срок выполнения, у нас время выполнения на каждом вычислителе или на каждом устройстве, так сказать, обработки в теории массового обслуживания, у нас детерминированное время обработки каждой задачи под задачей. То есть, вот такая вот получается хитрая система в теории массового обслуживания, которая, в принципе, теоретически описать ее практически невозможно. В силу вот такой вот смеси, так сказать, задач. Если, скажем так, если исключить обратные связи, то как-то можно попытаться описать это, в частные случаи этой системы можно попытаться описать. Но, опять-таки, в силу того, что там параллельности и там всякие такие вещи, практически невозможно описать теоретически. Теперь то, что касается самой модели. Значит, была построена вот такая вот модель. Модель видно? Антоныч, модель видно? Видно. Значит, что у нас на модели есть? На модели у нас следующее. Значит, есть блок генераторов. Мы отдельно посмотрим все. И даже я вам отдельно модель попробую показать. Саму модель и как она работает. Есть блок генераторов, в котором происходит генерация этих задач. Все эти задачи поступают в очередь. EntityQ. Видно обозначение? Да. В EntityQ. Значит, с EntityQ они поступают на вычислители. Значит, это целая система. Здесь просто, значит, каждый из вот этих блоков, субсистем, он содержит по 8 вычислителей. То есть, вот здесь в данном случае представлена модель, которая содержит всего-навсего 16 вычислителей. Значит, с вычислителей в случае отказа или в случае отсутствия решений, вот, поступают обратно в очередь. Вот, с T1 на T1, с T2 на T2. То есть, вот это первый тип обратная связь. В случае того, когда задача выполнится полностью, но решение не будет найдено, обратная связь сделана более хитрым способом. Она идет вот отсюда, вот идет вот на блок генераторов. Опять происходит генерация, так сказать, опять этой задачи, как будто заново, но того типа, который она была. Значит, есть масса всевозможных дисплеев и датчиков, которые показывают, а что, собственно, происходит в этой системе. Значит, вот это вкратце такой, значит, такой вот механизм. Сейчас мы просто будем последовательно рассматривать каждый из этих блоков. Итак, первый блок – блок генераторов. Что он из себя представляет? Ну, вот здесь вот наверху всегда показано, где он на общей схеме. Значит, блок генераторов содержит четыре генератора. Три генератора независимых в данном случае. И один генератор, который вырабатывает задачи по сигналу извне, в том случае, если задача выполнилась, но решение не было найдено, она заново происходит в генерации задачи. Значит, дальше с генератора идет репликатор. То есть, здесь задачи как бы искусственно делятся вот на эти подзадачи. Количество подзадач можно задавать разным способом, о чем я скажу раньше. Значит, потом все эти подзадачи идут вот на эти сервера, у которых задержка равна нулю, но которые делают вот что. Дело в том, что когда мы здесь генерируем энное количество подзадач, то нам нужно одну из подзадач пометить как успешную. Это делается случайным образом вот на этих серверах. То есть, проходя через эти сервера, одна из подзадач маркируется как содержащие успешное решение. Вот такая общая схема. Теперь дальше. Значит, генераторы сами не работают, а генераторы запускаются от некой субсистемы, которая, значит, время выполнения каждой задачи задается вот здесь, в самом, значит, генераторе. А вот закон следования задач задается вот в этой подсистеме. В каждой подсистеме, значит, задается свои собственные законы генерации, и время генерации тоже задается вот здесь вот. Дальше двигаемся, смотрим. Значит, вот это вот схема сервера, то есть схема самого вычислителя. Как он устроен? Он устроен следующим образом. Дело в том, что, да, это MATLAB-овские обозначения. Значит, стандартный сервер вот в MATLAB, который имеется, значит, в Simulink и в SimEvent имеется, он не имеет возможности прерывания. И вот для того, чтобы сделать систему, в которой возможны прерывания, мне пришлось сделать следующую вещь. Мне пришлось стандартный сервер заменить на вот такой вот сервер, вот он здесь называется IntServer. Это IntServer, это автомат конечных состояний. Он, вот он, это его схема, но я сейчас сначала расскажу, как работает сама система. Значит, здесь сначала стоит ключ, который предназначен вот для чего. Как только задача извне попадает на этот сервер, ключ закрывается. Когда задача заканчивает работу, она заканчивает работу, может быть, в разных вариантах. Раз, два, три, четыре варианта может быть окончание работы. То этот ключ открывается и следующая задача может поступить на сервер. Ну вот, есть вопросы какие-то? Пока нет, все молчат. Хорошо, смотрим дальше. Значит, для того, чтобы реализовать механизм прерываний, существует вот эта вот часть. Вот это специально построенное прерывание. Как устроено прерывание? Прерывание устроено следующим образом. Есть вот эта подсистема прерываний, которая что делает? Она проверяет, была ли выполнена задача или подзадача предыдущая в какой-то момент времени. Если эта подзадача была выполнена, вот эта схема прерывания. Есть некоторый генератор, который с определенной частотой выбрасывает некие импульсы. Вот эта функция проверяет, была ли задача, подзадача выполнена. И если она была выполнена, то образуется прерывание. Вот это прерывание поступает вот сюда. При этом очень хитрая система, вот здесь специальное прерывание поступает через специальный ключ. Для чего это сделано? Потому что в какие-то моменты времени задача уже выполнена. На сервер поступила следующая задача, которая еще не выполнена, а поступает прерывание от предыдущей. Вот для того, чтобы вот такой вот механизм исключить, возможность исключить такой ошибки, предусмотрен вот этот ключ. То есть здесь вот такое вот хитрое управление. Теперь что на выходе этого сервера? Если задача нормально выполнилась, то есть она поступила на сервер, она нормально выполняется. Это автомат конечных состояний, который устроен вот здесь вот по кругу идет. Все поступает, задача, она поступает на выполнение. Здесь она выполняется, через какое-то время, если она нормально выполнена, она идет на выход. Все, заканчивает работу и ждет следующей задачи. Если же, да, значит, что здесь возможно? Возможно возникновение ошибки. Вот здесь в коде написано, что если, значит, я вызываю функцию error, функция error, значит, генерит с какой-то вероятностью ошибку. Ну, в данном случае я сделал, что у меня ошибки сейчас с очень маленькой вероятностью. То есть вероятность возникновения ошибки составляет 0,997. Вот. То есть очень маленькая вероятность ошибки. Тем не менее ошибки возникают и, так сказать, они обрабатываются, идет последовательно. Я могу в любой момент времени изменить вероятность возникновения ошибки с помощью этой системы, исследовать устойчивость такой системы к возникновению ошибок на серверах в процессе вычисления. То есть вот эта модель может еще использоваться и в качестве анализа, так сказать, системы на ошибки. Теперь возвращаемся обратно к серверу. Вот здесь, возможно, следующие варианты выхода. Первый вариант, когда задача обсчиталась, все нормально, она уходит на терминатор, то есть прекращает свою работу, а терминатор заносит в некоторый счетчик выполненных задач результат выполнения. То есть счетчик увеличивается для каждого типа задач, увеличивается на единицу. Следующий вариант, когда задача закончилась вследствие того, что возникло прерывание, то есть задача была выполнена на другом сервере, то есть как под задачей, было выполнено на другом сервере, и я тоже это фиксирую, значит, соответственно, значит, вот с помощью вот второго терминатора. Вот здесь вот циферками показано, что в процессе выполнения, в процессе моделирования какого-то было выполнено 186 подзадач, 57 подзадач было снято с выполнения, поскольку они были выполнены на другом сервере. Значит, наконец, возможно возникновение ошибки, вот эта вот ошибка, это в том случае, когда сервер отказывает, и тогда вот эта подзадача должна быть отправлена обратно на повторное выполнение. Ну и, наконец, еще один вариант, это с прерываниями здесь, когда задача, не поступив, сразу прерывается, то есть когда поступает задача, которая уже была выполнена на другом сервере, то она без выполнения сразу поступает вот сюда, и она фиксируется вот здесь вот на таком счетчике. То есть этот счетчик фиксирует задачи, которые не были выполнены, но уже были выполнены на другом сервере, и этот сервер их просто не выполняет. Ну и наконец еще один вариант специально мной предусмотрен, который это вариант возникновения непредсказуемых ошибок, связанных с синхронизацией работы вот этих всех ключей. Ну здесь как видно, здесь ошибок не было, так что вот специально такая сложная схема предназначена вот для того, чтобы исключить все, что только можно исключить, все возможные варианты, которые только могут происходить из-за синхронизации, рассинхронизации и так далее. Ну вот этот автомат конечных состояний, я думаю, здесь особо нечего рассказывать, идет вот такой вот циклический проход при поступлении задачи, вот этот проход при возникновении прерывания. Ничего тут особенно такого нету, поэтому я думаю, что можно двигаться дальше, потому что время, так сказать, вот. Это механизм обработки прерываний, специально функция, которая проверяет, была ли закончена подзадача данного типа, значит, на другом сервере, и в случае, если да, то вызывает прерывание. Да, значит, минуточку, я забыл сказать. Вот этот сервер предназначен для того, чтобы проверить задача, поступившая сюда, она уже закончена или нет, то есть до прерывания, до выполнения как бы. То есть вот предусмотрены все возможности. Теперь, что касается управления. Значит, когда-то очень давно, это было сразу после моего окончания института, я работал в институте проблем управления. Работал я в лаборатории Дмитрия Ивановича Агейкина, лаборатории номер 15. И вот этот Дмитрий Иванович Агейкин, он где-то в конце 50-х годов, ну, где-то, может быть, даже в середине, значит, занимались управлением. Да, он занимался все время датчиками в то время, значит, датчиками всевозможных видов и типов. И вот для управления атомной станцией, а тогда как раз строились, много атомных станций строилось, значит, и поскольку управлять, так сказать, классическими способами, которые приняты в теории управления, практически было невозможно, а невозможно было потому, что размерность задач была колоссальная, то есть она измерялась сотнями, то Агейкин придумал механизм, который назвали спорадическим управлением. Значит, вы этот механизм все прекрасно сейчас знаете, он сейчас применяется сплошь и рядом везде, значит, заключается он в том, что есть некий, значит, предположим, что есть некий процесс. Значит, ставится некий датчик, который говорит, что если значение параметра какого-то в этом процессе превышает или наоборот становится меньше некоторого значения, то возникает некоторый сигнал, который должен управлять этим процессом. Вот это и есть смысл этого спорадического управления. Просто сигнал мы не контролируем, но как только сигнал выходит за некоторые рамки, происходит выработка какого-то управляющего воздействия на этот процесс. Вот это суть вот этого спорадического управления. Здесь в этой модели у меня имеется два механизма, которые основаны на этом спорадическом контроле. И вот, значит, я много консультировался в этом самом, на ВЦРАН, и мне посоветовали, что вообще говоря, поскольку вот эта система непонятно как, имеет энное количество параметров, и непонятно как ей управлять, то управление вот этим с помощью вот этого спорадического контроля можно отнести к управлению с использованием элементов искусственного интеллекта. Это, конечно, несколько натянуто, но тем не менее это, поскольку определения, собственно, искусственного интеллекта до сих пор нету, и оно не узаконено, и оно вообще говоря нету жесткого этого определения, то вот можно считать, что здесь используются две подсистемы или два механизма, основанные на элементах искусственного интеллекта. В чем, так сказать, заключается, значит, вот этот вот механизм управления? Вот здесь вот у меня показано, вот есть некоторая управляющая система Control Numpad, вот она здесь, видно ее, Антон? Да, да, видно. Значит, что она делает? В зависимости от того, от количества элементов в очереди, она занимается тем, что она управляет количеством вот этих делений задачи на подзадачи. Чем больше стоит подзадачи в очереди, тем на меньшее количество подзадач дробится подзадачи. Если мы вернемся на общую схему, то вот здесь вот у меня имеется вот это вот количество элементов в очереди поступает на управляющую систему, а управляющая система в свою очередь, сейчас я вам ее покажу, это управляющая подсистема, вот она, это управляющая подсистема, на нее идет вот количество элементов в очереди, ну, здесь вот три компаратора, на самом деле их может быть два, четыре, там, это не суть важно, но, тем не менее, значит, вот три себя зарекомендовали достаточно хорошо. Значит, когда количество элементов меньше 64, соответственно, здесь переключатель переключает на ноль, ноль поступает вот сюда вот на функцию, которая определяет количество, значит, происходит вызов функции с параметром ноль. Значит, как только между 64 и 124 происходит вызов функции с параметром один, когда между 120 и 256 с параметром два, и когда больше 256 с параметром три. Вот так устроены вот эти переключатели. То есть, сложного ничего нету, значит, при этом эта функция определяет количество, вот есть переменные у меня тут DIMM, такое количество под задач, на которые будет дробиться каждая поступающая задача. Вот такой первый механизм управления. Теперь дальше, второй механизм управления. Вот это первый механизм управления. Теперь второй механизм управления. Опять возвращаемся на главную схему. Вот здесь вот стоит сервер приорити, так называемый сервер приоритетов. Значит, когда задачи поступают вот сюда, и они выполняются, то вот на этом вот сервере, на этом сервере, вот в этих вот терминалах, терминаторах, вычисляется время выполнения задачи. А дальше у меня есть специальная функция. Вот они здесь у меня, три функции здесь покажены для каждого типа задач. Вычисляют среднее время выполнения задачи в этой системе. Как только среднее время выполнения задач начинает возрастать выше определенного значения, то вот этот сервер приоритетов начинает менять приоритеты выполнения задач. Вот как показано здесь. Вызывается некоторая функция. Если это C, это среднее значение ожидания задачи в системе, то есть в данном случае, вот если оно больше 120 каких-то условных тактов, я повышаю приоритет. Вот очередь, которая у меня стоит здесь, она у меня сделана по приоритетам, то есть по возрастанию приоритетов. То есть поступающие задачи, вот здесь имеющие больше приоритет, проскакивают быстрее. Значит, соответственно, это относится для... Ну, вот здесь у меня для четырех типов сделано. У меня вообще сейчас система, если я вам покажу, она там для четырех типов работает. Вот, соответственно, по каждому типу задач происходит изменение приоритетов. Значит, вот это второй механизм управления задачами. Теперь, значит, результаты, какие получаются здесь. Значит, ну, я вам покажу сейчас... Не все сейчас, часть только результатов покажу, значит. Я объясню, в чем у меня, так сказать... Что я не могу объяснить. Значит, итак, на входе используется четыре... У меня сейчас четыре типа задач. Время выполнения каждой задачи это 160 условных единиц, 110 условных единиц, 64 и 32, извините, вот здесь вот двойки нет, 32 условные единицы. При этом лямбда, значит, да, закон экспоненциальный поступления задач и средняя лямбда от этого экспоненциального закона для первой – 10, для второй – 9, для третьей – 4 и для четвертой – 3. То есть, для четвертой – 4 задачи поступают очень интенсивно. Там и, соответственно, интенсивность задач падает, значит, те, которые самые тяжелые задачи поступают достаточно редко, самые короткие задачи поступают достаточно интенсивно. Значит, вот здесь вот приведены результаты, значит, вот в таблице приведены 4 варианта, так сказать, 4 варианта моделирования задач. Значит, в чем они заключаются? Первый вариант. Первый вариант – я полностью отключаю управление совсем. Значит, у меня очередь работает как FIFA. Первый поступил, первый вышел. Да, значит, при этом количество под задач фиксировано и равно 28. Независимо от того, значит, какая длина задачи и какая размерность очередь. Второй вариант такой. Значит, опять очередь FIFA, но при этом я уже регулирую динамически, регулирую размер, регулирую количество под задач в очереди. Чем больше очередь, тем меньше количество под задач. Третий вариант такой. Такой же, как предыдущий, но только очередь работает как FIFA. Последний поступивший, первый обработанный. Ну и, наконец, последний вариант, который я показываю, когда у меня работают оба механизма параллельно. Одновременно работают оба механизма. И вот теперь давайте смотреть, какие здесь результаты получаются. В первом случае смотрим на очередь. Значит, понятно, что поскольку экспоненциальный закон и 16, 30, у меня сейчас здесь работают 32 сервера, вот в той модели, которую я вот сейчас привожу вам результаты. Значит, сначала очередь небольшая, потом она начинает возрастать и как-то колеблется по мере, так сказать, выполнения задач. И дальше, в силу того, что экспоненциальный закон, так сказать, от хвостов начинают генерироваться задачи интенсивно, значит, очередь возрастает. Когда отсутствие, при отсутствии всякого регулирования, вот мы имеем вот такую синюю кривую. Это полностью отсутствует все регулирование. Видно, что в конце концов очередь становится огромная, то есть она становится больше 800. Значит, вот здесь вот как раз показано, что очередь 820 задач, да, максимальное значение. Вот, да, теперь дальше я забыл сказать, что время моделирования, то есть время генерации задач у меня составляет 500 условных единиц. Общее время моделирования составляет 600 единиц. За это время, вот здесь кончают работать генераторы и задачи просто, так сказать, оставшиеся задачи просто выполняются. Здесь фиксируется вот время выполнения всех задач. Значит, здесь максимальный размер очереди. И вот здесь фиксируется следующий момент. Значит, вот у меня вот на этой модели этого нету, но я контролирую количество задач, не выполненных в директивный срок. Поскольку, вот то, что я начал, основное условие работы такой системы, это выполнение задачи в директивный срок. Я прошу прощения. Теперь смотрим второй вариант. Вот тот вариант, который показан розовым. Розовым показывается, когда у меня динамически разбиваются задачи на подзадачи. Это только работает, только первый механизм управления. А в очереди все задачи как обслуживаются, как типа. Значит, вот он вот здесь вот показан. Видно, что очередь упала. Значение величины, так сказать, величины, количество задач в очереди, оно упало, естественно. Хотя оно здесь колеблется как-то, но тем не менее оно становится меньше, значительно меньше. Значит, третий вариант, когда у меня очередь поменялась на лифа. Предыдущий случай, но на лифа. И вот, что мы здесь видим. Мы видим интересную вещь, что очередь упала очень сильно. Обратите внимание, что она упала чуть ли не в половину по отношению к первому случаю. Но при этом что происходит? Но при этом... Да, и общее время выполнения уменьшилось. Видите? Но при этом, что самое интересное? Теперь у меня под задачи, значит, у меня четыре типа под задачи. Это первый, второй, третий, четвертый, вот отсюда. Значит, видно, что восемь задач четвертого типа, пять задач третьего типа, одна задача второго типа не были выполнены в директивный срок исполнения. Вот. И, наконец, последний вариант, это вот четвертый вариант, это красный вариант. Видно, что очередь очень похожа на предыдущую лифа, но при этом все задачи выполнены в директивный срок. Максимальное значение очереди, вот оно, 407. Значит, и финальное значение выполнения 535. То есть задачи все выполняются достаточно быстро. Вот такие вот результаты интересные. Вот что меня больше всего здесь смущает? Меня здесь смущает то, что очередь лифа, вот между лифа, вот между вторым и третьим случаем, что самое интересное, значение количества задач в очереди существенно падает. То есть очередь становится меньше, и вот за счет чего это становится меньше, мне совершенно непонятно, я не могу это понять. Вот. Это вот основной такой вопрос, который я как бы выношу сейчас на семинаре. Теперь как бы по результатам. Значит, здесь имеется возможность, вот в этой модели что можно делать с помощью этой модели? Исследовать ее на максимальную эффективность. Ну, на самом деле понятно, наверное, что при таких очередях все процессоры работают, или все серверы работают при 100% нагрузке. То есть система уже перегружена. Особенно вот, так сказать, четвертой, пятой четверти, так сказать, этих задач. Да? Значит, поэтому можно исследовать загрузку системы вообще, как загрузить и так далее. Дальше. Можно настроить ее на максимальное выполнение, на максимальную эффективность, или гарантированное время выполнения для какого-то некоторого типа задач. Каким образом? А можно вводить приоритеты. Вот этим вот сервером приоритетов можно вводить искусственно приоритеты. По какому-то параметру. Здесь не обязательно приоритет. В данном случае есть приоритет. Но можно вводить не по приоритету. Можно вводить, допустим, по времени выполнения, или по времени остаточного выполнения, или по временем, в общем, по какому-то времени. То есть это тоже по приоритетному. Можно как-то это самое задавать какие-то параметры, по которым можно настраивать систему. Дальше. Система является гибкой, потому что ее можно вот такой вариант системы был использован для оптимизации работы инструментального цеха. Значит, задача ставилась так. Вот есть некий инструментальный цех, который вырабатывает детали. Значит, есть сборочный цех. Значит, в сборочном цехе собирается какой-то узел. Узел состоит из n-ного количества деталей. И каждая деталь требует m-того количества. Ну, грубо говоря, каждый тип деталей должен быть n штук. То есть, грубо говоря, есть корпус в одной штуке, есть количество гайк и винтов, там, болтов, там тоже. Соответственно, инструментальный цех должен вырабатывать вот такие вот детали, таким образом, чтобы для сборки обеспечить нужное количество нужного типа. То есть, некий комплект. И вот оптимизация работы такого инструментального цеха, возможно, с помощью вот такой вот системы, когда каждый тип детали, это будет каждый тип задачи. Я могу оптимизировать вот эту вот комплектность, как бы, поступающих в сборочный цех деталей с помощью вот такого механизма управления. Иван Михайлович, извини, вопрос дополнительный. Да. Ты сказал, что данная система использовалась или такого типа система использовалась? Такого типа, такого типа. Значит, я могу ее показать просто. У меня есть ее. Нет, сейчас не надо. Я сейчас буду показывать. Нет, я сейчас вам покажу, как это реально все это происходит. У меня нет проблем. У меня все загружено сейчас. Все сейчас это самое. Ну и, наконец, последнее, значит, вот почему, почему, так сказать, задались целью разрабатывать такие системы? Потому что в этой системе отсутствует планировщик. То есть, грубо говоря, здесь отсутствует целевая функция, которую требуется вычислять для того, чтобы распределять эти задачи. И задачи управляются сами собой, как бы, параметрами. Каждая задача управляется тем параметром, который в нее заложен. Отсутствие вот этой целевой функции существенно упрощает как саму систему, так и, так сказать, вот повышает эффективность выполнения задач в такой системе. Ну и, наконец, последнее, значит, вот, так сказать, одно из, две цели, как бы, здесь преследовались, такие, как бы, глобальные цели. Это первое, это обеспечение, выполнение задач в гарантийный срок, в директивный срок. И второе, это повышение, максимальное повышение эффективности задач. Вот примерно то, что я хотел до вас донести, значит, значит, вот, так сказать, в принципе, сама презентация... Извини, я уточню еще такой вопрос. Эффективность. Вот когда у тебя появлялись отбои 0, 1, там, 4, 8 или 5, 8, это было плохо? То есть, эффективность, когда либо все, либо почти все заканчиваются? Не выполнена задача в выполнении задачи в директивный срок. Вот ты вот про это говоришь, про ошибки. Да, да, да. Это значит, что не выполнена задача в директивный срок. И это никуда не ходит. Это неэффективность. А что есть эффективность? А эффективность – это загрузка всех процессоров на 100%. При этом, при этом, здесь под эффективностью можно понимать следующее. Дело в том, что если бы у меня не было обратных связей, если бы не было бы прерываний, то все задачи бы крутились бы и пока полностью не выполнилось. Но теперь представь себе, что у меня, допустим, задача делится на две части. Соответственно, две подзадачи будут, выполняясь параллельно. Значит, одна подзадача содержит успешное решение, а вторая не содержит. Значит, если бы у меня не было механизма прерывания, то тогда бы у меня обе задачи бы выполнялись. Первая, если время выполнения Т малое, то первая неуспешная выполнялась бы от нуля до, ну, соответственно, до Т малой пополам. А вторая бы выполнялась с некоторой вероятностью во времени от нуля до Т малой пополам. Но там равновероятный закон, когда она выполнится. Она может выполниться сразу, а может и на последнем такте. Так вот, осуществляя вот этот механизм прерывания, который здесь заложен, я отбрасываю те задачи, те подзадачи, для которых уже получено решение. Тем самым существенно повышаю эффективность работы системы. То есть, отбрасывая задачи, туда могут, в эти сайвера могут загрузиться другие подзадачи. И вот это как раз и есть повышение эффективности. Здесь у тебя в этом эффективности не только загруженность, но и конечный результат должны быть выполнены. Да, да, ну тут все вместе как раз. Но есть еще один аспект по поводу эффективности. Вот то, чего я пока не сделал, и то, чего я пока не знаю, как сделать. Значит, что такое эффективность работы вот такой подсистемы? Значит, грубо говоря, у меня здесь находится, допустим, 32 сервера или там, ну неважно, 10 серверов, допустим, да, условно говоря. Значит, какова максимальная производительность этих серверов? В данном случае, значит, у меня время моделирования составляет, время генерации задач составляет 500 условных единиц. Значит, каждый сервер в единицу времени обслуживает какую-то часть подзадачи. То есть, максимальная производительность этой системы при 10 серверах составляет, соответственно, 10 на 500 составляет 505 тысяч условных единиц. Это максимальная производительность системы. Но, на самом деле, значит, задачи поступают достаточно произвольным путем, по произвольному закону, делятся на произвольное количество единиц. И вот это вот окно, то есть, получается какое-то такое окно, которое по горизонтали у него, скажем так, время это 500 единиц, по вертикали это 10 этих самых вычислителей там, или сколько-то n вычислителей. Вот эта площадь, это производительность. Вот сколько в эту площадь попало задач, выполненных, вот это будет отношение всей вот этой площади, к той площади, к которой задачи туда попали, это и будет как раз эффективность работы этой системы. К сожалению, я ее пока не могу вычислить в явном виде. Да. Я ее снимаю сейчас, но я пока вот не могу это реализовать. Но больше всего меня волнует вот что. Почему я, собственно, вот обратился, Лень, к вам. Вот FIFA и LIFA. Почему такая разница? Вот здесь вот изменяется только по пропускной способности. Ну, в смысле, все то же самое. Когда FIFA вот такая вот очередь у нас, а когда LIFA вот такая черная, когда FIFA вот такая очередь розовым, когда FIFA вот такая черным. Вот почему я не могу понять, почему вот так очередь, значение параметров в очереди, почему так сильно падает. Если посмотреть, то вот очередь и здесь вот, она достаточно, она все время ниже получается, нежели чем даже при двойном управлении. Почему вот так происходит, я не могу понять. Мы сейчас наводящий вопрос зададим Константину Петровичу. Константин, ты здесь? Да, здесь. Скажи, пожалуйста, когда ты много практических задач решал давным-давно по роботам управлению и по управлению потоками материальными и финансовыми, у тебя очереди какие были предпочтительно? ФИФО, ЛИФО или что-то еще? Все дело в том, что от системы это не зависело от той системы, которую мы писали, а оно зависело от решения федеральных органов, центра, банка, там еще кого-то, Минторга, потому что они говорили, что считать нужно вот так, там, по ФИФО. Но все-таки вы пробовали и так, и эдак, я убежден. Ну, не акцентировали внимание, поскольку... Ты сейчас не можешь ответить... Не могу, нет. Иван Михайлович, я не знаю, вот Константин работал с такого сока, кто еще, не могу сказать, поэтому оставляем пока открытым, непонятно. Ну, что делать, я не знаю, Антонович, я просто вот вынес. Значит, что я хочу добавить сюда, значит, есть такая вот гибкая система, очень гибкая система, которую можно настроить, так сказать, как угодно, значит, на что угодно. Значит, параметры тут можно всякие контролировать, тоже всевозможным способом. Обидно меня, нет? А то у меня какая-то тут загорается, что это самое. Так, и модель видна, и даже половина верхняя твоей головы видна. О как, понятно. Вот, значит, давайте попробуем, сейчас, может быть, саму модельку покажу вам. Саму, прямо, прямо это самое. Угу. Сейчас я ее подвигаю, сейчас... Вот что сейчас видно? Часть вот этого самого системы. Часть? А почему часть? Ну, либо вся система, но немножко в другом представлении, незатемненные те самые. А вот так? Ну, уменьшенная слегка, но, грубо говоря, блок-схема. Макс-1, Макс-2, Макс-3. Она сама, вот она, модель, сама и есть. Ага, да. Вот она модель. Значит, вот здесь вот фиксируется, вот внизу вот здесь вот, фиксируется количество задач, не выполненных в директивный срок. Угу. Вот. Вот так вот раскрывается, нет? Да, раскрывается. Это вот одна из подсистем, которая на главном, она содержит 8 вот таких вот подсистем. Угу. Каждая подсистема содержит вот такой вот сервер, о котором я вам рассказывал. Да, да. Вот. То есть вот система вот такая вот. Значит, вот это генераторы. В данном случае у меня здесь 4 типа генераторов и один генератор, который повторно генерирует задачи в случае, если она выполнена и безусловно. Да, во второй очереди. Вторично. Вторично, значит. Вот сама моделька, вот это вот. Я могу эту модельку запустить. Значит, это общее количество задач, выполнившихся. Это общее количество задач сгенерированных. Это общее количество задач четвертого, третьего, второго и первого типов, соответственно, выполненных. Это средние времена выполнения. Значит, средние времена я тоже могу показать. мне надо только окно будет поменять сейчас еще раз, значит, еще одно окно, значит, так вот сама моделька, значит, я могу эту модельку запустить, сейчас я сделаю только так, сейчас мы, сейчас, секунду, Так, вот так появляется что-нибудь? В смысле эволюции какой-то? Нет. Ну та же картинка, что и была. Появляются еще какие-нибудь окна? Вот сейчас ничего не появляется? А, сейчас только мигает контур другого окна, но в нем пусто, черно. В нем пусто, ах, вон оно что, так, хорошо. Ну это вот такая дурацкая система, этот Тимотс, этот, понимаешь, там... Ничего, я думаю, что это не так принципиально, слишком на этом акцентироваться тоже не надо. Ну тогда, значит, вот, тогда не будем там запускать, потому что я боюсь, что сейчас эти окна сейчас, то, что тут можно открывать... Это связи тоже может барахлить немножко. Вспомогательные окна, сейчас мы... Вот что сейчас видно? Ну, сейчас виден рисунок графика некоего. А это вот график? Это график? От единички до двух и от двух до трех, да. Ну понятно, это значит видно этот самый, видно сейчас... Переключатель какой-то, релеш? Да, 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 да. Ну, в общем, короче, вот такая вот ситуация, вот такая вот модель. Модель чрезвычайно гибкая, можно все, что угодно в ней делать в этой модели. Значит, играться... Значит, у меня заложено здесь, допустим, вот четыре типа заложено входных потоков. Экспоненциальный, пуассоновский, постоянный и равномерный... Вот программа... Ты говорил, пуассоновский, входной, равномерный, это отбрасывание на вторичную очередь, а постоянный... Нет, 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 нет. Смотри, сейчас. Вот сейчас блок генераторов видно? Нет, сейчас все тот же график. Тот же график? Сейчас, подожди, тогда сейчас я опять... Сейчас, где здесь? Так, а как выйти отсюда? Сейчас. Не знаю. Сейчас. Это закроем. А, вот еще, понятно. Видно вот эта штука, понятно. Сейчас мы ее... Вот. Так, сейчас... Вот, блок генераторов. Вот здесь, в этом блоке генераторов, вот, вот это задающий генератор, как бы, вот этот генератор, entity generator, вот он, вот он, видно. Да, да, да. Вот здесь вот четыре варианта входных последовательных задаются. Первый вариант, вот если видно, это экспоненциальный, вот открылось это окошечко, первый тип экспоненциальный. Я могу задать, могу задать по-ассоновски. Могу задать просто равные интервалы, там, допустим, следование, просто равные интервалы. Да. И могу задать равномерный закон, вот rent это равномерный закон, на определенном интервале. В данном случае, вот здесь интервал стоит от нуля до сорока. То есть, я могу для каждого генератора, который у меня здесь есть, вот, задать свой собственный закон следования входных потоков. Зачем-то тебе это нужно, я могу задать. Он задается по каким-то приходящим сигналам, реагирует на состояние системы или ты насильно руками задаешься? Нет, я насильно руками это делаю для того, чтобы поисследовать, как будет работать система. Потому что, на самом деле, если я задам равномерный закон, это самый тяжелый закон для системы, очередь будет расти очень быстро, но она точно так же будет управляться. То есть, там не будет вот такого всплеска к концу из-за вот этих длинных хвостов приэкспоненциальном. То есть, я могу здесь задавать все, что угодно. Любые параметры я могу задавать. В самом вот генераторе здесь, в самом генераторе. Генератор вот здесь вот он запускается от внешнего event base, от некоторого внешнего события. Здесь параметры его. Вот в данном случае время выполнения. TimeExec у него стоит 1160 единиц условных. Значит, приоритет, вот entity, приоритет задан значение 30. Здесь, в этой системе, приоритет растет. Чем меньше значение, тем выше приоритет. Значит, вот. Значит, задается время выполнения, время... TimeStamp это все процессы по времени запуска как бы классифицируются. Значит, задается... То есть, это тоже является параметром там и так далее. И вот по всем этим параметрам происходит вот это управление. То есть, я могу управление организовать по самым разным параметрам и по разным уставкам. Вот по этим вот. То есть, задавать эти разные уставки в разных параметрах. Поэтому вот это вот... Отсюда гибкость вот эта возникает. Ну вот, что могу вам, так сказать, что интересно, могу рассказать еще что-то, что... Если я на какие-то вопросы вот давайте могу... А мы сейчас спросим, кто-то хорошо понимает рассказанное, может разумные вопросы задать? Или кто-то не понял и хочет для себя уточнить, задать вопросы на понимание? У кого есть вопросы? Ну, я представляю, почему сразу вопросов таких нет. Вот ты действительно очень сложную композицию передал. Чтобы переварить ее, нужно к ней немножко привыкнуть. Если можно, у меня вот вопрос, как бы хотелось бы уточнить по поводу искусственного интеллекта. Поскольку этот кусок вообще абсолютно затуманен и непонятно чего, как, зачем, почему, то и вся схема, она как бы, ну, не может быть строго формализована. Ну, вот это как раз и ответ на вопрос. Поскольку ее невозможно формализовать, вот такой... Такие требования к управлению сложной системой невозможно сформулировать, то было предложено вот такое вот управление. Почему искусственный интеллект? Потому что на самом деле я не знаю, как внутри происходит управление. На основании параметров самих задач, сами задачи и управляют своим прохождением в этой системе. Вот здесь в этом и есть элемент искусственного интеллекта. Потому что я не знаю, как там все это происходит. Можно привести аналог нейронную сеть, в которой никто не знает, что там происходит. Она какой-то результат выдает. Вот здесь то же самое. Я запускаю, у меня какой-то результат получается. За счет того, что введены два механизма управления. Ну понятно, но гарантировать, что это тот результат, который на самом деле хороший там или еще чего-то, то есть невозможно. Почему невозможно? Я же вам показывал итоговую эту самую, итоговую картинку, когда без управления и с управлением очередь упадет, количество задач всегда гарантировано, то есть гарантируется выполнение задач в директивный срок. То есть ни одна задача не выполняется в недирективный срок. И при этом у меня все сервера загружены на 100% при огромной очереди. То есть вот результат здесь есть. Ты имеешь в виду, что теоремы нет? Да. Ну я имею в виду, что невозможно все-таки... Ну экспериментально установлено, что работает. Понятно. Спасибо. Экспериментально работает. Нет, при разных вариантах. При разных... Значит, вот этот вариант вот просто как бы модель. У меня есть модель... Ну понятно. Есть модель блокчейна. Она немножко отличается, потому что как бы вот этот механизм майнинга я закладываю... У меня сразу несколько типов валют, как бы, которые майнингуются. Да. И в зависимости от, скажем так... Там закладываются стоимостные параметры. И в зависимости от того, какую валюту выгоднее генерировать... Выгоднее майнить в какой-то момент времени, система переключается на майнингование вот этой валюты. А вы ее пробовали, эту систему, на майнинге? Нет, не пробовал, честно говоря. Понятно. До сих пор на велосипеде ездишь. Ну, в принципе, да. Значит, у меня нет реальной... Дело в том, что та реальная система, для которой это делается, ну, она находится, грубо говоря, в почтовом ящике. Понятно. Поэтому для нее вот это сделано, потому что эффективность ее работы, ну, оставляет желать много лучшего. Вот. И вот для этого мы как раз эту систему сделали. Но оказалось, что ее можно вот... Ну, скажем так, в гражданском варианте ее можно использовать в качестве майнинговой системы. Хорошо. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Молчание было ему ответом. Иван, слушай, Иван, если можно, ты эту презентацию нам каким-то образом перекинешь или... Дмитрий Сергеевич, она уже у нас уцепилась, и можно будет сразу ее иметь на... Я ее кину тебе по почте. Ага, хорошо. И какие-то описательные комментарии, чтобы переварить. Ну, был доклад, были впечатления. Сейчас с этими впечатлениями посмотреть на слайды, посмотреть на комментарии, которые у тебя наверняка есть. И, может быть, возникнут какие-то вопросы, которые мы тогда... Ну, позвоним, созвонимся и будем обсуждать. Ну, про комментарии... То, что ты говоришь, у тебя сработало для... А то, про комментарии ничего не могу сказать. А вот статейку могу кинуть. Ну, это и будет один из вариантов комментарий. И еще ты говорил, что для инструментального цеха это работает. То есть проверен модель такого типа. Есть, во всяком случае, область применимости с успешным применением. Ну, в этом почтовом ящике, я не знаю, вы уже практиковали его, нет, можете сказать успешно, неуспешно. Не могу сказать. Да, тебя не допускают. Понятно. Да, у меня допуска нет. Ясно. Ну, очень интересно. С одной стороны, с другой стороны, очень сложно. Вот у меня внятных каких-то ни суждений, ни даже, ну, как это бывает, вопросов наводящих, которые подталкивают к решению, такого нету пока. Переварить надо. Ну, вот я могу еще добавить то, что я не сказал в самом начале. Еще один момент хочу добавить. Значит, предположим, что вот эти генераторы, вот здесь вот, вот здесь вот у меня не происходит разделение на подзадачи. То есть, грубо говоря, каждая задача идет в одном своем потоке. Ну, то есть ты задал такой параметр управления. Ну, я могу такой параметр задать. Могу такой параметр задать. У меня есть функции, вот здесь вот функция есть, вот здесь функция есть. Я могу вот это вот реприпит от повторения, я могу задать здесь сколько угодно. Сейчас у меня динамическое повторение стоит. Но я могу здесь поставить любое количество. То есть вот отключить это, поставить здесь любое количество, а единица, значит задачи подразделяться не будет. Так вот, что самое интересное. В этом случае загрузка этой системы упадет очень сильно. То есть система будет загружена меньше, чем на 50%. Но что при этом происходит? При этом я не могу гарантировать, что задачи будут выполняться в директивное время. Почему? Потому что задачи будут длинные, сервера будут загружены этими задачами, а другие задачи будут стоять в очереди на выполнение. И будут снова и снова перенаправляться. Они не будут перенаправляться, потому что здесь сервер просто работает, загрузили, и он и будет выполняться до конца. С увеличением количества... Если директивное время, стоящее в очереди, или время после загрузки. Ну, директивное-то время отсчитывается от момента поступления задачи, от момента старта генерации, до ее выполнения. То есть до момента, когда она попадает вот сюда вот, на терминатор. Ну, вот я знаю, что в этом самом, в Говоруне, в ОИИ, когда идет поток заданий сложные, средние и много-много очень мелких, то получается совместный режим работы плохой для всех. И для мелких, и для очень длинных тяжелых. И печальнее всего для тяжелых. Они так и не исполняются за очень длинное время. Потому что там переключатель постоянный дергает туда-сюда, туда-сюда. Ну, вот здесь как раз и сделана попытка выровнять, понимаешь, вот это вот, выровнять вероятность выполнения всех типов задач. Вот если ты посмотришь, вот здесь вот смотри, вот с левой стороны у меня, вот там, где вот эту вот мышку видно, значит, среднее время выполнения самых тяжелых задач, которые 160 длится, у нее всего 38. Среднее выполнение средних типов задач, типов 2, там 110 время выполнения, здесь 39. Значит, легких задач 64 которых, здесь 44. И, наконец, те, которые выполняются 36, у них 34. То есть, я как бы выровнял, значит, все вот эти вот времена выровнял, средние времена выполнения, и за счет этого у меня все задачи выполняются в директивный срок. Вот этот механизм. Теперь я продолжу. Когда у меня, допустим, я буду разбивать на две задачи, на две подзадачи. Понятно, что при этом количество подзадач в очереди возрастет, но при этом все задачи будут выполняться вдвое быстрее. При этом очередь будет возрастать, но времена выполнения каждой подзадачи будут меньше. И вот я могу, увеличивая количество подзадач, я могу регулировать размер очереди, и за счет регулирования вот этого размера очереди, значит, уменьшать суммарное время выполнения, значит, эти подзадач для того, чтобы гарантировать вот это время выполнения. Вот здесь вот такой вот механизм заложен. Он не совсем очевиден, но он хорошо работает. Вот я вам показал результат работы. Значит, и вот, вот я говорю, сейчас вот я работаю, да, сейчас вот два варианта у меня как бы работы, дальнейшая работа в этой системе. Первый вариант вот какой. Вот здесь вот заложен в работу сервера, заложена вызов функции ошибок. То есть я могу вот здесь вот эту ошибку, не знаю, откроется сейчас, не откроется, открылась, открылась, да, вот эта функция ошибок. Здесь на выходе у меня, на выходе, значит, если некоторая вероятность, это равновероятная функция, значит, она возвращает значение в интервале от нуля до единицы. Я могу вот здесь вот поиграться. Вот если я поставлю вместо вот этого значения 0997, я поставлю 099, то есть сделаю каждую десять, значит, не каждую, значит, 10% вероятности того, что сервер откажет. Да. То система вообще перестает работать. Она просто перестает работать. Интересно. А она перестает работать, почему? Потому что огромное количество подзадач начинает идти обратно вот сюда. Понятно. Из обратно. Из обратно. Из обратно. Из обратно. Из обратно по кругу, да. Да. То есть я могу, задавая вот этот параметр, я могу исследовать устойчивость работы системы к локальным отказам. Тоже интересно, да. Вот. Значит, у меня пока нету данных, хотя я это пробовал уже делать. Значит, достаточно устойчиво она работает, когда будет 099, там 097, еще как-то она работает. Но, естественно, качество работы системы начинает ухудшаться. Имея вот эти вот результаты на выходе, скажем так, в виде количества подзадач, которые не выполнены в директивный срок, значит, вот здесь вот есть еще параметр эффективности работы системы. Ну, вот здесь вот он 100%, потому что он там в процентах вычисляется. Количество выполненных задач. Значит, вот. Ну, условный такой параметр эффективности. Значит, я могу определить, значит, с какой вероятностью, при какой вероятности отказа система вообще перестает работать. И могу, скажем так, при какой вероятности работоспособности серверов система еще будет сохранять какую-то разумную эффективность работы. Ну, вот это можно посмотреть. А ты таким образом смотрел на предельные какие-то. А вот этот параметр 0997, ты его экспериментально установил, что он хорошо? Да, экспериментально. Я когда создавал эту систему и закладывал механизм вот этот отказов, вот, это было изначально, мне изначально был даны такие указания. Да, социальный заказ. Это был специальный заказ. Потому что вероятность отказа, она существует всегда. И этот отказ не обязательно отказ сервера. Это может быть отказ в линии связи, это может быть отказ связанный с помехами. Солнце взрывы, все. Ну да, с помехами и так далее, и так далее. То есть такая вероятность есть. Она у меня здесь есть. И вот на той модели, которую вот, ну, вы сейчас видите, вот эту модель, она просто от той, которой презентация, здесь просто 4 генератора у меня. И, соответственно, 32 сервера, 4 подсистемы, каждый из которых по 8 штук содержит. Вот. Я на большее не замахиваюсь, потому что и так процесс моделирования идет достаточно медленно. Ты на своем Маке это моделируешь, прошу прощения. Да, на Маке моделирую все это дело. Значит, здесь ситуация такая. Я специально купил новый компьютер на армовских процессорах. Здесь у меня 10 ядер и 16 ядер GPU графических. Но дело в том, что последний MATLAB, который был выпущен, вот он был выпущен в августе этого года, значит, он не поддерживает эти армовские процессоры, и не поддерживает вот эти GPU. Вот. Я надеюсь, что последний MATLAB, который выпущен, он поддерживает это дело. Нет. Вот если он будет поддерживать, модель должна работать значительно более эффективно, потому что сам компьютер будет как бы представлять собой распределенную систему. Да. Ну, то есть сейчас фактически вот эти 10 ядер эмулируют фактически одно ядро, там, допустим, грубо говоря. Одноядерный процессор, там, ядерный, там. Вот. Ну, у меня нет просто возможности. Я помнишь, я тебе говорил тогда, была такая мысль, дело в том, что MATLAB допускает работу в распределенной системе, и если MATLAB стоит в какой-то, допустим, на какой-то, это самое, запустить в облачную систему, где есть MATLAB, вот, и попытаться, так сказать, на удаленной системе попробовать смоделировать вот это все дело, это можно, если была такая система, можно было бы попробовать это сделать и посмотреть при большем количестве процессоров. То есть, я пробовал задавать 64 процессора, она, ну, работает еще медленнее. Она работает, она будет работать, и 128 будет работать, и 256 я пробовал. Ну, общий ресурс компьютера все-таки ограничен. Ну, садится, 256 он будет минут 10 обсчитываться, если не больше. Вот, сейчас вот он где-то минуты 2-3 обсчитывается. На самом деле, там не сильно возрастает, но, дело в том, дело в том, что у меня здесь такты, работало бы быстро, если бы такты времени были бы целые. но у меня такты времени здесь не целые. Почему? Потому что задача, допустим, какая-то задача, ну, допустим, вот, сейчас, если у меня длительность задачи, допустим, вот здесь вот задается, 64, а при этом коэффициент деления там 28, то там получается дробное деление. и Матлаб, чтобы правильно выполнять задачи, он начинает разбивать такты времени, кратные вот этому дробному делению. И оно многократно возрастает. То есть, если, допустим, одна после запятой, значит, в 10 раз там происходит раздробленность там и так далее. Значит, насколько точно возрастает, не могу сказать, но возрастает очень сильно из-за вот этого дробления. потому что я пробовал с целыми числами. Значит, она работает быстро, но при этом возникают другие проблемы. Другие проблемы заключаются в том, чтобы как подобрать вот эти вот соотношения вот этих вот значений генераторов, чтобы числа деления давали целые значения в каждой, в подзадачах каждого типа. то есть все у меня же несколько задач разного типа имеют разную длительность. Ну, ты рассказываешь на 4 типа в данном случае. мне надо их делить так, чтобы дроблений не было. И это очень сложно подобрать. Мне не удавалось подобрать это никак. Вот для 3 еще как-то можно подобрать. Для 4 практически невозможно. то есть это наибольший общий делитель. Не получается никак. Вот такая вот интересная моделька. Еще вопросы есть? Нет? Господа участники семинара, товарищи. Спасибо, у меня нет. Спасибо, Константин. Иван Михайлович, действительно тяжелый по насыщенности доклад. Я думаю, когда мы сможем разослать участникам вот эти самые материалы и потом собрать отклики, возможно, еще одну встречу мы предложим тебе, ну, скажем, условно, через месяц, через полтора, потому что все загружены, бегом это все не переварится через некоторое время. Давай попробуем вот во второе заход пройти, может быть, больше будет, как это называется, больше понимания, больше отклика. Ну, давайте попробуем, давайте, я не возражаю. Но пока интересно, во всяком случае, когда ты просто рассказывал первый раз, я действительно не понял, какой, ну, зачем это все? ну, 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 скажем, сравнение с Говоруном, сравнение вот с этим самым, с экспериментом, как он называется, инструментальным цехом, в общем, понятно, это задача... Понимаешь, вот у Говоруна, у Говоруна, у него вот там то, что в Лите там и так далее, вот эта система на самом деле, вот там основная проблема, это на самом деле планировщик. Понимаешь, классические планировщики, они работают с вытеснением, то есть задача поступила, какая-то с большим приоритетом приходит, она вытесняется, начинается по кругу вот это дело все, времена не выдерживаются, и система, в силу того, что имеется некий входной поток, то система, в конце концов, просто затыкается, если у нее не хватает производительности. А где вообще планировщики изучаются, кроме вот твоей этой работы? В каком смысле, где? Ну, в какой-то школе, в какой-то, я не знаю, области применения, где это актуально и кто это делает. Антоныч, я не знаю, кто сейчас занимается планировщиками вообще, понимаешь, в чем дело. Люди решают конкретные проблемы, но, как правило, решаются конкретные проблемы для операционной системы какой-то конкретной. Ну, ясно, из Долоту каждый из них делает свое, то, которое нужно. Да, потому что, допустим, в Юниксе там масса всяких планировщиков, но никто никогда не задавался реализовать систему, которая позволит удовлетворить вот этим требованиям. Потому что ни один планировщик, ни одна целевая функция не дает возможности, во-первых, выполняться заданию до конца, на системах реального времени, в системах реального времени там вытеснение всегда существует. В системах разделения времени, тем более, там фактически карусельное планирование идет, когда задачи там крутятся по очереди, там вот, с разным приоритетом, там все равно они крутятся. Да, да, да. Но здесь-то рассматривается система, в которую идет непрерывный входной поток. И реальная система, реальная облачная система, в которую идет непрерывный поток, она должна каким-то образом управляться. Сейчас в эти облачные системы вставляют какой-то глобальный планировщик, который по каким-то алгоритмам управляется. Но, как правило, это самые простейшие алгоритмы, либо просто FIFA, либо Round Robin, то есть в кольцевое управление идет. И ни то, ни другое, во-первых, не гарантирует выполнение задачи в какое-то время. И мало того, что вообще не гарантирует за какое-то время выполнение, вообще не гарантируется времена выполнение. Вот. Если я, допустим, сижу в Аворде и работаю в облачной системе, мне наплевать. А если у меня задача, допустим, поиска какого-то объекта на местности, да, значит, то мне нужно за какое-то время это сделать. И ни одна облачная система, ни одного... Ты проехаешь над местной, и должен с задержкой этого баба. Ни один планировщик этого не гарантирует. Вот здесь образовалась дырка. Ну, или ниша образовалась в этом плане. Есть, Иван Михайлович, извини, Иван Михайлович, мне сейчас нужно бежать по семейным обстоятельствам. Ты простишь, если я так неожиданно прерву заседание. Очень интересно. Если вопросов нету, я думаю, что мы тогда закончим на этом. Хорошо, тогда отключаемся, я тебе по почте... Большое спасибо, большое спасибо тебе, большое спасибо всем, кто слушал. Вдруг возникнут вопросы, обращайтесь. Всем спасибо, да, хорошо, я на связи. Ага, счастливо, счастливо. Всем счастливо. До свидания. До свидания. Я выхожу. До свидания. До свидания. То есть интересно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 Продолжение следует...